Сепаратисты Донбасса отвергли предложение Владимира Путина. Накануне президент России призвал ополченцев отложить референдум о статусе региона на более поздний срок. По мнению главы Кремля, это помогло бы создать необходимые условия для диалога с властями в Киеве. Но правление так называемой Донецкой Народной Республики на сегодняшнем собрании депутатов единогласно решило не переносить дату плебисцита. На цели боевых действий, которые происходят, идут по городам региона, на фоне геноцида, проведенного в Одессе, у людей только лишь поднимается настрой провести референдум и ни в коем случае его не переносить в дату референдума. Было проведено голосование и на этом голосовании принято стопроцентное решение дату референдума не переносить. Референдум состоится 11 мая. Власти в Киеве уже заявили, что вне зависимости от того, пройдет на Донбассе референдум или нет, антитеррористическая операция в восточных областях будет продолжена. Правительство Украины говорит о готовности к мирному диалогу с представителем регионов, но не вооруженными преступниками. В эскалации напряженности Киев по-прежнему обвиняет Москву. Такого же мнения придерживаются в Европе и США. Запад требует от России повлиять на сепаратистов и отвезти войска от границ Украины. О ситуации в регионе сегодня говорили премьер-министр Польши Дональд Туск и прибывший в Варшаву генсек НАТО Андрис Фуграсмусен. Выступая на совместной пресс-конференции, глава Альянса в частности прокомментировал заявление российского МИДа о том, что генсек слеп, если не заметил отвода войск. «Что касается слепоты, у меня очень хорошее зрение. Мы видели российское заявление, но нет никаких признаков отвода войск. Если мы получим доказательства отвода военнослужащих, то я буду первым, кто выразит радость по этому поводу». «Оценка НАТО совпадает с нашей. Мы должны подходить к заявлению президента Путина с большой осторожностью. Это еще не тот момент, когда мы можем объявить с энтузиазмом, что кризис закончился. Мы оба надеемся, что, возможно, слова Владимира Путина свидетельствуют о каком-то более оптимистичном сценарии. Но сейчас еще рано это подтверждать». Ранее отвечая на призывы Запада, Владимир Путин заявил, что в настоящее время российская армия находится в местах, где проводит свои регулярные учения, на полигонах. Звучат из Москвы и ответные обвинения. Сегодня замминистра обороны Анатолий Антонов призвал западных коллег отказаться, цитирую, «от циничного введения в заблуждение мировой общественности относительно реального положения дел». По словам чиновника, это НАТО наращивает свое военное присутствие в Восточной Европе. Кроме того, утверждает Антонов, Украина развернула на границе с Россией группировку войск численностью в 15 тысяч человек. Высадка Путина в Нормандии. Посол России во Франции Александр Орлов подтвердил участие главы Кремля в памятной церемонии 6 июня. Дипломат отметил, что президент воспользуется случаем и обсудит в Европе украинский кризис. Резкое обострение отношений России с Западом привело практически к замораживанию встреч на высшем уровне. За последние месяцы лидеры провели множество телефонных разговоров, но личные рандеву Путина и его западных коллег не проходили вот уже 8 месяцев. В предвкушении встречи моя коллега Нина Шамуги. Открытие второго фронта может открыть перспективы для диалога. Время не помеха. Торжества по случаю 70-летия высадки союзных войск в Нормандии станут поводом для первых личных контактов между руководителями России и Запада со времени начала украинского кризиса. В июне театр политических баталий будет перенесен на север Франции. Владимир Путин подтвердил участие в церемонии. «Я не вижу причин, по которым следовало бы запретить лидеру русского народа, потерявшего миллионы жизней в битве против нацизма, принять участие в этой церемонии. Если бы Путин был лишен возможности приехать, это было бы оскорблением памяти всех погибших». В этом году Пятой Республике выпала историческая и одновременно непростая миссия – быть страной-хозяйкой и организатором не только столь значимого события, изменившего ход Второй мировой войны. У Парижа появилась возможность внести свою миротворческую лепту в разрешение конфликта на Украине. Как минимум, предотвратить гражданскую войну. Задачу «Максимум» – предотвращение реставрации фашизма – обозначил глава России в ходе встречи с президентами Армении, Белоруссии, Киргизии и Таджикистана. В Европе вновь поднимает голову воинствующий национализм – тот самый, что и привел когда-то к появлению нацистской идеологии. Правда, Владимир Путин не упомянул, что еще к середине 70-х годов прошлого века был закреплен принцип нерушимости границ – тех самых, которые были очерчены после падения Третьего Рейха. Но потом наступил крах самого Советского Союза. Так что принцип нерушимости был нарушен еще до признания независимости Косово и присоединения Крыма к России. Теперь бывшие союзники СССР во Второй мировой надеются, что сегодня договориться с Москвой все еще можно. И тогда высадка Путина в Нормандии 6 июня станет символом победы. Будет ли она общей российской, европейской или определиться один победитель, пока непонятно. Нина Шамугия, RTVI. Мощный взрыв с отряд сегодня города Леппо, экономическую столицу Сирии, превратившуюся в военную боев между правительственной армией и повстанцами. На фоне серии побед войск Башараса домятежники решили нанести ответный удар. Они взорвали отель, в котором, как сообщается, были расквартированы военнослужащие. Предполагается, что повстанцы заложили бомбу в тоннель под гостиницей. Фешенебельный отель в результате атаки рухнул. Разрушены также несколько соседних зданий. После взрыва в историческом центре города началась ожесточенная перестрелка. Йеменские военные захватили оплот аль-каиды. Правительственные войска вошли в город Азан на юге страны, считающийся одним из главных центров исламистов. Крупномасштабная антитеррористическая операция в регионе продолжается уже десятый день. Подразделения сухопутных войск продвигаются при поддержке ВВС страны. Власти говорят о ликвидации боевиков, уничтожении многочисленной техники и оружия. Как заявляют в Министерстве обороны Йемена, победа в битве за Азан имеет стратегическое значение. Крупировка аль-каида на Аравийском полуострове долгие годы контролировала эту территорию. Что ж, на этом у меня все о развитии событий. В следующих выпусках у моих коллег. А я прощаюсь с вами до завтра. Всего вам самого доброго.